Здарова, домкраты! Сегодня у нас нестандартный выпуск. Максим Филин снял репортаж обо мне и моей деятельности. Его проект под названием «По тренерам» заключается в обзоре различных залов в городе Тверь, а также знакомств с специалистами-тренерами. В сегодняшнем выпуске я расскажу о себе, а также буду учить Макса техники рывка с нуля. Макс является тренером, действующим спортсменом ведет свой YouTube-канал. Все ссылки на него будут в описании. На обучениях тренеров мы сидим, и все говорят такие про вот этот момент, что тяжелая клетика, говорят, это смерть подобна. А я говорю, дайте, говорю, этим людям с лишним весом фитбары, палочки, и заставьте их просто в уголовном режиме, да, вот, собрать как-то, ну, приседать, в уголовном режиме. Для понятия калорий, как быть больше, чем на любом, на любом тренажоре. Да, я сейчас буквально три раза сделал, у меня трапеции вот этими. Умерли, да, сразу же начали тренировать. Домкраты, хочу порекомендовать вам продукцию нашего бро по железу. Анатолия Ковалева. Он является мастером спорта по пауэрлифтингу по версии IPL. Анатолий, имея опыт в подъемах снаряда, что немаловажно, разработал крутой трэп-гриф. Трэп-гриф позволяет нам отлично тренировать становую тягу, благодаря идеальному расположению центров тяжести атлета и снаряда. Основные преимущества. Первое. Это возможность регулировать высоту съема. То есть, уже можно не использовать пленты и ямы. Второе. Это три вида рукояток. Позволяют выбрать самую подходящую для пользователя. Есть классическая ручка, утолщенная для развития силы хвата и мягкая рукоятка, до исключения появления мозолей. Но это скорее подойдет для девушек. Производится данное чудо в Санкт-Петербурге. Заказ изготавливается за две недели. Отправляется транспортной компанией в любую точку России, СНГ и Европы. Гарантия 12 месяцев. Все ссылки на сайт и на самого Анатолия в описании. Приятный бонус для подписчиков моего канала. При покупке данного грифа скажите, что вы от Домкрата и вы получите скидку в размере 5000 рублей. Дорогие друзья, всем привет. Меня зовут Филин Максим. Это 14 серия моего проекта по тренерам. И сегодня мы находимся в таком необычном антуражном месте. Мы находимся в тренажерном зале, в таком брутальном. Рядом со стадионом Химик. И я беру интервью у легендарного Алексея Семилетова, тренера по тяжелой атлетике. Давно хотел снять с ним интервью в сети ВКонтакте. Очень интересная у него группа. Кстати, ссылочки я оставлю в описании. Подпишитесь, посмотрите. Мне нравится, что он сам тренируется, участвует в соревнованиях, активно продвигает спорт. Очень много полезной информации дает. Итак, Леш, привет. Здорово. Да. Расскажи вкратце мне и зрителям о том, как ты начинал свою спортивную карьеру, ну и карьеру тренера. Хорошо. Говорите сюда. Да, говорите. Да. Ну, всем привет. Меня зовут Алексей Семилетов. Я являюсь на данный момент тренером по тяжелой атлетике в спортивной школе Тверь. Вот. Также я являюсь преподавателем в учебном центре Learn from the Best. Мы обучаем тренеров и тех, кто хочет сами себя тренировать. Вот. Это как бы моя амплуа. Также я являюсь действующим спортсменом на данный момент. Вот. Лучшие мои результаты 130 кг в рывке, 165 кг в толчке. Подсобку не буду рассказывать. А вес какой-то? До 89 кг у меня в категории. С 2006 года я сначала попал в такую замечательную секцию в нашем городе Твери. Это гребли на каноэ. Вот. И был я гребцом вплоть до 2011 года. Вот. С этого же года я начал свою тренерскую деятельность. Я помогал своим тренерам, на тот момент, которые меня тренировали всю жизнь. Это Александр Николаевич Жаров и Андрей Владимирович Гасан. Я помогал им вести группу начальной подготовки. То есть это маленькие дети, которых вот нужно учить ОФП, лодку сажать там. Вот это все. Начальный этап. И с 2012 года я как бы влюбился в тяжелую атлетику. Вот. Увидел там в ютубе ролики, как там поднимают легендарные всякие атлеты. Типа Илья Ильин, Клоков, Дмитрий, Берестов. В общем, загорелся ты темой. Да. И у меня стало интересно. Стал сначала сам треноваться. С палочкой там, с грифом. Прям там на грибной базе. Там вставал у зеркала. Вот. И треновки делал. Треновался просто интуитивно, короче. Просто пробовал рывок, пробовал толчок. Делал тяги, делал приседы. На соревнованиях там уже все по-другому. Ты уже там нервничаешь. Там я сделал 8 из 100. Я как сейчас помню. И когда ты уже понял, что готов делиться своим опытом с другими? Ну, вообще так, параллельно, да, когда я грибцов треновал. Грибцов я треновал, сейчас расскажу, так что было понятно по временным рамкам. Это было с 2011, как я прям школу закончил. Все. Я тогда целенаправленно в спортфак поступил. И вот, считай, весь универ я тренировал на гребле детей. С 2011 по начало 2015 года. Затем там было сокращение кадровое, короче, все, меня сократили, я ушел. Я-то попробовал себя, короче, пошел в фитнес-клуб, там чуть-чуть поработал месяц, так туда-сюда. И затем мне нужно было... Я закончил университет здесь, бакалавр, и мне надо было поступать в магистратуру в Москву. Там уже университет был, этот... МГПУ, вот, Московский городской педагогический университет. Тяжелоатлетическая такая, можно сказать, кафедра, в кавычках вот она была. И там и секция была при УЗИ, и все. То есть туда я целенаправленно тоже потом поступил в магистратуру. Вот после моего первого тренера, у меня появился тренер, который онлайн меня вел. С 2013 года он меня вел онлайн. Это мой однофамилец, вот, но мы не родственники. Это мой однофамилец, да, Евгений Семилетов, вот. И он меня ведет до сих пор, по сей день, все, мне подсказывает, там, программу пишет. Параллельно с тем, как я гриб-софт треновал, я себе сделал в гараже, у себя дома, у меня частный дом. И я сделал все в гараже, там, самцом, мы сконструировали помост, там, стойки сварили. Я себе сам гриф тогда, что-то накопил денег, купил гриф олимпийский, двадцатку, китайскую, вообще дикую, на котором у меня уже через четыре года она мне разлетелась, все куски. Однажды там что-то разминался, соточку толкал, уронил на помост, она просто втулка отлетела. Кстати, от меня втулка он глядит. Кусок я сюда и принял, чтобы отжимания делать с весом. Вот, и я параллельно в гараже еще пару друзей тренировал. Уже стал понимать, что мне это очень сильно нравится, вообще, и, так как я говорил, очень много отдал гребли, времени, там набрал опыт, как детей тренировать. Леха за углом тренируется, мы вместе создали группу ВК, он мне там подсказал, говорит, давай, давай, надо тренироваться. Да, да, это была хорошая идея. То, что ты, говорит, тут делаешь, ну, как бы это одно, узкий круг, говорит, там, тренируешь, кто тебя там уже знает. Если у тебя нет в интернете, значит, я конкурсирую. Да, у тебя по сути и нет сейчас, на данный момент, конечно. И мы создали группу, стали сейчас контентом туда-сюда, вот, YouTube-канал ввели параллельно, вот, вот, он мне как бы помогал стартовать, потому что я там вообще в этом был баспорт, вполне ничего, я там не знал, что надо, как делать, какие посты писать, вот, но он мне так подсказывал, а потом я уже все, свободно плавно сам ушел, там, YouTube, это такая площадка, да, международная, соответственно, она ей подарила мне международных учеников, у меня. Сейчас уже он перестал тренироваться, допустим, в атлетике, у меня ученик был Егор, он с США вообще, он русскоговорящий, с ним очень хорошо контакт наладился из-за этого, из-за того, что язык русский. Он все, даже в гости к нам приезжал, я это все тоже там посты взял, у меня и в институте есть пост, вот, он сюда приезжал, в этот зал, с Хьюстона прилетал сюда, вот, у меня была цель на родину в Сахалин слетать, но он прям выделил пару дней, вот он в Москве, там, у него вся семья остановилась, он сюда приехал на электрический, потренил меня с нами, потусил, по городу походил, вот так вот спорт людей соединяет. Окей, Лех, спасибо тебе за интересный рассказ, сегодня немножко потренируемся, немножко получишь меня. Добавил с ПЕСНЯ Чувак такой, чтобы ты стоял с твоим рук, хватал в замок, в замок обязательно, без всяких подвернутых кистей, да, на обычных кистях расслабленных, он чуть-чуть прижав широчайшими, да, чтобы ты закладывал гриф, вот этот вот изгиб тела, где у тебя лобок, и вот бедро, с ногу, так, вот, вот, игра, с одного клац, наверное, с одного клац, хорошо заполнив, нет, так, носечки, ага. Продолжение следует... Продолжение следует... Упражнение мы сейчас наслажняем еще... Берем... Добавляем в безопорный патсет Что это значит? У тебя будет сейчас патсет опорный То есть опорный терялся От помостов А мы сейчас добавляем, например, разброс ног Другой, скажем так Добавляем что то же самое Сейчас еще и кукушки Топ будет разбрасывать в сторону Вот Топ и топ и просто Чистит так Вот Надо просто как мозаи Мы сейчас теперь куски движения Отработаем То есть это и не из-за разряда фитнеса И не фауэллифинга Здесь движение, оно строится тактику Углок Углок Выглок Чтобы ты штанги выкидал Наверное спиной вверх Это у вас подрыв Да, вот это движение Это раскрытие Мы сейчас будем с тобой подлог подрыва Получать Для этого мы что делаем? Ты встаешь Открытие тас Плавно опускаешь Узгибая ноги оттенчивая тас До... Где-то досу До обышка леда Так, и замри таска Проверю Таскнуть получше И накрутие на волосы Да Теперь у нас такое движение Ты отсюда Один ногами Не руки Не закручивай Прямо Просто встаешь До вода полотка Суды Да Просто встаешь Один ногами Полотка Ножи На полотку Росток Суды Да Ты тут живот Тянешь Огрыж Ты не углубляешь Я громко Подпишу Один ногами Подпишу Два Здесь Подпишу Ноги Ставляешь сутки Оооо Получи Ноги Ну и влез Оооое Когда убьешься в лобок, ты делаешь следующее, ставишь ласки и драгицу к ушам кидаешь Сначала два паука, ты заброшу его заложить и только его ты уже заложил на спит отверстия Смотри, здесь необходимо отвлечь его назад, убирать Основная ошибка, да? Всегда подумал, если что-то пойдет здесь так, то я пойду тебе отвлечь Спорт очень красивый Элементический, древний спорт Очень красивый Тут все просто Тебе никто не страхует Тебе не надо с экипировкой связываться Пятеро в комбе с пикером В этом плане Здесь все намного проще и честнее Я не надо это объяснить Проще здесь все Очень рад, что здесь много технических моментов Здесь не абсолютная сила, да? Скорость с силовой Скорость с силовой и гибкость возьмем вот эту Виде Добавил цик, ќлайн Эдзи Вуд Давно интересный момент такой по поводу вот этих бешеных китайцев, которые приседают по 30 килограммам. Откуда вот это все набирать? Мне кажется, они хоть сейчас пойдут и в трейборе там... Конечно, но не понимаешь, что они были тренировок. То есть, во-первых, у них Маянчика по-другому сделал спортивный отбор. У нас как в странах России и СНГ? Тренер, как правило, в спортшколе. Он идет в школу обычную, обащеобразовательную. Там детей более-менее с 6-7 класса когда-нибудь уже окрепили. Тогда уже тут вот стереотипы. Мифы эти. Ну, что детям нельзя, что расти не будешь. Потому что если в 4-м классе, тогда сейчас сама учительница встанет. В 10 месяц скажет, да пускай они лучше идут, плавные. Ну, сама же там внесет свою реку. Бывает такое. Вот. Такие. Бывают видео прямые, да? А всего класса, как бы уже они такие. Больше-менее сами там самостоятельно могут принимать решения. По крайней мере, они сами наносутки, да, катаются в школу. Да. И могут также именно на секцию приехать из школы. И вот идет тренер, он их набирает. Туда-сюда. А это прям смотри на какие-то, то есть? Да, блин. Пошли в школу. Да, да, да. Видишь, что-то. Через сети. Чуть-чуть по саратов. И... У нас вот так. Все толк. Сам отбор от сети. Десять доехало от школы до тебя после выступления, после малькотласса или какого-то этого набора. Группа. Блин, один остался, дай бог. В Китае же по-другому. Он родился, его просто сразу же. Провели тест. Да. Смотрели у него белых волокон больше. А, но... Разогнули там. Чуть-чуть тест провели. Его сразу... Ты идешь туда. А там посмотришь, что. У них сразу там интернаты созданы. Там, короче. Там, как говорят, население. Это некуда сбивать их. Ну, и... Там культура другая. Там они утром встают на зарядку. На площади. Да. Дисциплина для спортсменов по-другому. Все.